Эти брёвна, говорят работники музея, держатся на честном слове. Потолки, чтобы не рухнули посетителям на головы, укрепляют верёвками. Хочется, чтобы люди заходили на усадьбу и радовались, глаз радовал, что вот посмотрите, в каком хорошем состоянии. Кто-то сейчас заходит, того и глядишь, что гнидушки на голову повалятся. Латать экспонаты приходится каждый месяц. Работники музея уже несколько лет мечтают о капитальной реконструкции. В этом году в рамках программы празднования 75-летия Иркутской области из регионального бюджета на восстановительные работы и развитие этнографического комплекса выделено 2,5 миллиона рублей. Такую же сумму предоставили спонсоры. На эти деньги уже закупили почти 100 кубов древесины. Она пойдёт на реставрацию кровель-усадеб, конюшни и бань на берегу. У главной достопримечательности ангарской деревни скоро появится брат-близнец. На территории музея будут возводить северо-западную башню Братского острога. Место для будущей стройки уже определили. Строительство будет закончено к концу года. В планах у сотрудников музея восстановить Братский острог полностью. Три башни будут из новодела. Проезжие ворота будут тоже новодельные. Уже запущен проект проезжих ворот. В ангарской деревне надеются, что это будет только началом масштабной реконструкции уникального музея под открытым небом. Анастасия Зверькова, Наталья Захарова. Новости Сечи.